Победа первая в этом сезоне 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 Много человек у нас ушло, поэтому какой-то сыгранности и каких-то требований к игрокам, то есть мы исходили от простого к сложному. Идем от простого к сложному. То есть сначала не дать сопернику сыграть, обезопасить свои ворота, попытаться кинжально вкусить их на контратаке, потому что мы понимаем, что команда хорошо владеет мячом, то есть хорошо организована, поэтому противодействие выбрали такую тактику. И, власне, второе, запитание не только новие гравцы буквально на передове появились, а и появился Эдмар у тренерском штабе. Узвучьте, пожалуйста, его функциональные обязательства, за что будет выповидать? Эдмара я очень знаю давно, еще по МТЛУРБу Запорожья, его привозили как-то в МТЛУРБу Запорожья, ставили Симферополь, поэтому мне довелось с ним играть еще, он был на просмотре 2 недели, поэтому я хорошо с ним знаком, что в часы, когда мы играли, он играл в ТАГУ, в Симферополь, я за вопрос не дал. И с тех времен мы поддерживаем отношения, поэтому вылился он в Каликиев очень довольный и комфортно. Во-первых, это человек с сердцем металлиста, он принес определенные позитивные эмоции, как и в тренерский штаб, так и в тренировочный процесс, поэтому я только очень доволен, что он помогает. И функция его заключается в том, что у нас есть на просмотре ряд бразильских футболистов, он закрывает эти позиции, то есть коммуникабельность между украинским тренером, тренерским штабом, взаимопонимание, плюс функции он помогает, как четвертый помощник, такой же помощник, как первый, второй тренер. Мне. В заявке осталось всего два форварда на сезон. Вы планируете исчезать эту позицию? Да, у нас трансферное окно еще открыто, и поэтому мы активно занимаемся сейчас поиском этих позиций. Они есть у нас на примете ребят, она сейчас находится в команде, мы просто не успели их еще более детально изучить, но у нас есть время, пока два форварда у нас заявки. Но по ходу сезона вы еще увидите, по ходу трансферного окна вы еще увидите новые фамилии. Конечно, я, короче, с моим вам. Да, спасибо.